приветствую вас дорогие друзья те кто сейчас онлайне вот я верю что вы в онлайне по очень какой-то особо важной причине вообще-то все кто должны быть на собрании должны быть именно там но присутствуйте с нами получайте откровения знаете что ничто не заменит собрание верующих приходите собрание будьте благословенны прежде чем буду проповедовать я хотел бы поделиться очень важной информации друзья у нашей веры есть начало и есть конец вот мы начали верить да и мы однажды у веры этой знаете это как начало пути верить это означает начать куда-то двигаться и вот у нашей веры есть начало этот день нашего покаяния рождения свыше когда мы пошли встали на этот путь и у этого пути есть конец есть конечная цель это царство божие это бог поэтому друзья когда мы верим в бога мы верующим и христиане мы верим бога наша цель это иисус христос как апостол павел сказал для меня жизнь христос и смерть приобретение христа смерть это не потеря это приобретение также и для нас пусть будет звучать этот же самый девиз тезис можно сказать для меня жизнь христос все что с ним связано это моя жизнь и смерть когда я оставляю физическую землю перехожу в другую жизнь это приобретение христа и вы знаете у меня последнее время как не включу какой-то ролик о сверхъестественном свидетельство людей слушаю свидетельство людей как бог их жизни действует вот не сговорившись поверьте в конце роль ничего не предвещало до конце ролика раз человек говорит о восхищении церкви вот что не за ролик просто ролик другой какой-то включу свидетельство какого-то человека бог брал его там в ад показывал небеса и потом иисус ему говорит я иду скоро я иду скоро и я восхищу чьих сердцах есть масло вы представьте меня это стало как-то прям напрягать настораживать а что если это все правда а что если нам не надо вот эти делать подсчеты когда именно придет когда там что это придет внезапно все может пойти не по плану нашему и обычно так и идет не по нашему плану у бога свои планы бог знает какие мы хитрые поэтому бог будет действовать как он решил и запланировал и уж его планы поверьте выше наших планов уж если бог решил сохранить христа на земле и этот ирод не мог найти его а он же его искал и спецслужбы подключил и все войска подключил и так и не смог найти потому что бог скрыл когда бог действует ты никогда не сможешь отгадать это когда он что-то прячет поэтому послание пожалуйста верующий ты начал верить во христа неизвестно как ты в него веришь неизвестно как ты за ним следуешь одно помни что будет восхищение и ты можешь быть невосхищенным к сожалению либо быть восхищенным от тебя зависит не от иисуса зависит а от тебя зависит будешь ли ты восхищен на небеса если твое сердце сегодня со христом если оно в церкви если оно просто с богом твое сердце поверьте твое сердце не один день в неделю да а твое сердце там ты постоянно думаешь об этом ты постоянно с ним знай ты будешь со христом если твоего сердца нету ты уже нарушитель первой заповеди ты не возлюбил господа всем сердцем а господу не нужно а бы что рожки да ножки нет себе заберешь рожки прикрепишь их и ножки господу не надо второсортное господу не надо не нужен секонд хенд господу нужно первое сильное все что у тебя есть вся сила ведь все соки ему нужны почему он тебе тоже дает то же самое поэтому он не хочет чтобы было несправедливость и неравенство он хочет чтобы между нами была сильнейшая любовь сильнейшая он нас ищет со всей скорости бюджет ищет где мы и мы его и вдруг мы сталкиваемся и говорим вот этого я не ожидал и у нас наше сердце радуется аминь итак проповедь будет называться кем ты являешься у людей сегодня вопросы многие верующие не знают кем они являются ну кто-то скажет я мужчина там кто-то скажет я женщина ну послушайте да это понятно но кто ты по жизни кто ты какая у тебя будущее какая у тебя функция и вот сегодня об этом проповедь ты являешься тем кем создал тебя бог пожалуйста ничего не меняй кем тебя создал бог тем ты и являешься задача знаете в притчах написано что тайна царей облекать тайную дело божья задача да а тайна а дело царей исследовать то есть бог облекает тайною делает тайну а цари открывают эту тайну открывают секреты у каждого своя функция ты являешься тем кем создал тебя бог а кем меня создал бог так узнай это из слова божьего узнай это из слова божьего и ты будешь сильно удивлен потому что во многом ты будешь даже не согласен ты скажешь да не может быть что я был супермен вы знаете что бог создал адама владычествовать над всей землей над рыбами морскими над птицами небесными над всею землею и вы знаете что адам к сожалению не смог передать нам этого примера как тренер своим знаете спортсменам да людям ученикам но пришел иисус и сделал это смотрите иисус руководствовался тем принципом что бог дал человеку воин власть над рыбами морскими и он сказал Петру закинь по правую сторону и что поймалось столько рыбы что сети трещали трещали не просто знаете на семью наловил рыбу трещали сети это было благословение представьте этим уловом не только семья Петра была благословлена соседи были благословлены люди были благословлены И знаете еще что? Не просто поели, а что-то здесь менялось у людей. Они видели, что Бог благословляет их, что Бог их любит через это, что Бог заботится о них. Вот это чудо, что произвело. Не просто набит живот был рыбой вкусной, свежей, а еще и мышление. Люди стали задавать вопрос, кто же это? Кто же это? Кто говорит, отойди от меня, Господь. Выйди от меня, Господь. Я грешен. Страх и ужас напал на них. У нас всегда есть выбор. Быть тем, кем создал нас Бог, или быть тем, кем создали нас, наше окружение и обстоятельства. Мы выбираем. И это наша есть сильная сторона. Мы выбираем и соглашаемся с тем, что нас лепит. И давайте откроем 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Мы откроем Слово Божие, чтобы нам понимать, что тот, с кем мы согласимся, и будет лепить нашу жизнь. У нас у каждого есть мастер. Он такое может слепить, что мы будем в ужасе. Итак, кто во Христе? Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Представьте, это он говорит людям, которые жили без Бога, жили, уже были слеплены, сформированы. У них уже было какое-то представление о себе, о друг друге, об обществе, в котором они живут. И теперь они слышат Слово. Итак, кто во Христе? «Братья и сестры, мне очень жаль. Мне очень жаль тех людей, которым пришел Иисус Христос, и они его не приняли. Они обрекли себя на страдания, потому что невозможно без Христа иметь полноценность в жизни. Можно руководствоваться словами «Бог наш», «Бог Авраама». «Бог Авраама» послал к тебе Христа, ты его не принял. Ты не говоришь так, что после этого, что ты веришь в Бога. Потому что если бы ты верил в Бога, ты принял Христа. А через Христа Бог дал тебе новую жизнь. Это настолько уникальная жизнь. Представь, древнее прошло. А что древнее? Да мы знаем, что без Христа что делали люди? Поклонялись идолам, поклонялись бесам, приносили жертвы. Там были страхи, там были ужасы, там были последствия, там была демонщина, сатанизм. Там все было неправильно. Праздники были, люди радуются. Ты думаешь, вы что, этот праздник убрать надо? Что это за праздник такой? Это языческий праздник, оккультный праздник. И сегодня они продолжают эти праздники быть. Они ничего общего не имеют с Богом. И поэтому Писание говорит, кто во Христе. Теперь, когда мы во Христе, с нами происходит обновление. Мы меняемся. Мы становимся новым творением. Новое – это неусовершенствованное, старое и неотреставрированное. Новое – это означает совершенно новое. Ничего похожего со старым. И Библия тебе сегодня говорит, если ты во Христе, ты новое творение. Поэтому узнай, что есть новое творение. Вот представьте, Бог создал Адама и дал ему власть над всею землей. Он был царем. И его супруга была помощницей, царицей всей земли. Всей земли. Не просто уголочка где-то там. Бог сказал, над всею землею. Над всею землею. Да, они жили в раю. Это была определенная территория. Эдемский сад. Но Бог дал власть ему над всею землею. Поэтому мы видим, как Иисус управляет стихиями. Как Он управляет погодой. Как Он усмиряет шторм. Мы такие думаем, вау, это же Сын Божий. А Иисус говорит, вообще-то я руководствуюсь тем словом, которое Бог дал Адаму. Я знаю это слово. А какое? Владычествовать, господствовать. Так ты кто? Я тот, кто сказал Господь. Я есть тот, кем меня создал Бог. И нам теперь нужно отказаться от старых образов, от старого мышления и поверить слову. Здесь происходит беда. Здесь происходит. Люди не способны поверить. Люди не способны поверить Моисею, что Он может их вывести из рабства, из дома, где им плохо, где им больно, где у них депрессия, ужасы и крики. Они не могут поверить Моисею. И не готовятся уже побить его, убить его. Как только ты говоришь о нашей свободе, у нас сразу происходят проблемы. И они уже готовы согласиться жить в боли и разрухе. Чтобы им кусочек мяса перепадал и чеснока, и лука. И строить, продолжать эти негодные пирамиды. Не пойми, что это. Склепы. Они вообще-то делали то, что они не хотели. Первое. Раб делает то, что он не хочет. Ты не хочешь делать пирамиды, а ты их делаешь. Ты знаешь, что они тебе не нужны. И ты их ненавидишь. Приходит Моисей от Бога. И он тебе говорит, я выведу тебя на свободу. Ты говоришь, я не могу поверить тебе, что ты способен на это. Потому что настолько моя проблема большая. И вот наше мышление бурится. Кому поверить? С кем? Вот это будет тезис сегодняшней проповеди. С кем ты соглашаешься, тем и называешься. С кем ты соглашаешься, тем и называешься. Соглашаешься со Словом Божьим, ты называешься тем, кем назвало тебя Слово Божие. Соглашаешься с обстоятельствами. Соглашаешься с окружением, которое тебя сформировало, таким и будешь. Если у тебя круг твоего общения люди, которые ругаются матом. Ты ругаешься матом тоже, почему? Ты вместе с ними, ты пропитан этим. Если люди курят вокруг твоего присутствия, ты будешь тоже курить. Если люди блудят в твоем присутствии, ты будешь блудить. Ты лепишься, ты состоишь на 75% из того общества, в котором ты находишься. Представь, если твое общество – это Слово Божье и верующие люди, которые вдохновляют и говорят тебе слова веры, они говорят тебе Слово Божье, ты будешь формироваться и станешь тем человеком, которого задумал Бог. Ты станешь этим произведением искусства Бога. Но если ты позволишь ему. Знаете, когда скульптор высекает из куска гранита скульптуру, скульптура не рыпается, она позволяет ему откалывать кусок за куском. А когда из живой, знаете, Бог делает новое творение. Из живого человека человек говорит, «О, это не убирай, ты чего это меня трогаешь? Я личность, ты личность, а вот этот кусок тебе мешает, чтобы Божья получилась красивая скульптура, творение». Знаете, есть хорошее местописание. Эфесянам 2.10. «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы Его творение. Мы Его произведение искусства. Мы Его живые, красивые скульптуры, действующие, способные теперь на добрые дела, которые Бог предназначил исполнять. Знаете, есть добрые дела, например, которые делает человек. В каждом человеке живет и добро, и зло. И если человек позволяет добру, оно начинает действовать в его жизни. И вот человек делает добрые дела сам по себе, просто делает. И это отличается от тех дел, которые Бог предназначил. Объясню почему. Смотрите, человек, например, сделал какое-то добро, скажем, пожертвовал большую сумму денег куда-то. И все о нем говорят. И говорят, посмотрите, какой он вообще замечательный. А он просто взял деньги, пожертвовал. Может, он просто пожертвовал. Просто у него пришла мысль пожертвовать. И он просто это сделал. А люди о нем говорят, о нем говорят, и ему вся слава достается. Ничего особенного нету, но люди хвалят человека. Бог здесь не участвует. Богу слава никакая не идет. Говорят, о, этот миллиардер отдал свои миллиарды. Похлопаем ему. Все похлопали ему. А вот теперь, смотрите, дело, которое Бог предназначил исполнять, да, людям, которых он создал, новое творение. Например, Петр с Иоанном идут в дом молитвы, помолиться на молитву и исцеляют Хромова. И Хромой от чрева матери не мог ходить. 38 лет. И Петр его исцеляет, берет за руку, дергает, говорит слова пророческие. Эти слова просто меняют моментально, за доли секунды меняют обстановку. У него выпрыгивают ноги, как пружины. Спортивные ноги. Хорошие. Он начинает прыгать на них сразу. Его не водят. Вот такого. Давай еще пройди, еще пройди. Теперь беги давай. Нет. А он сразу начинает ходить, прыгать, хвалить, какать, орать, кричать, потому что Бог сделал чудо. И смотрите, люди идут благодарить Петра. Что делает Петр? Петр разрывает на себе одежду и говорит, вы что? Вы что? Это сделал Бог. Петр, мы видели, что это ты делал. А Петр говорит, нет. Это сделал Бог. Это имя того, кого вы распили. Укрепило его ноги. И он стоит перед вами живой и здоровый. Видите? Дела, которые Бог предназначил, они всегда будут прославлять Бога. Даже если их делает человек. Дела, которые просто сам по себе делает человек, будут прославлять просто человека. Будут говорить, какой он добрый. Знаете, какой он добрый. Какой он хороший. И вся слава человеку. Богу ничего. Поэтому мы уже занимаем позицию другую. Мы созданы во Христе Иисусе. В помазании мы теперь, не без помазания, мы теперь имеем силу Святого Духа менять обстоятельства. Ходить и менять обстоятельства. И таких нас Бог задумал. И кто-то говорит, не, 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 это слишком для меня. Слушай, ты не соглашаешься с Божьим дизайном. С Божьим проектом. Зачем тебе выбирать другое? О, я не хочу быть в центре внимания. Я не хочу там то-то. Да никто не хочет быть в центре внимания. Если тебе Бог поставил идти, делать чудеса, делать Его дела. Ты уж, пожалуйста, тогда Христа ставь во внимание. Переводи на Него стрелы и говори, это Господь, это Господь, это Господь, твое сердце будет радоваться. Бог не создавал грешников. Бог ни одного грешника не создал. Бог создал себе подобных, чтобы мы могли общаться и радоваться с Ним. Бог вообще-то нас создал не для работы, не для служения, а для взаимоотношения. Даже, знаете, вот ангелы – это слуги. Они служат, приносят, уносят, вести несут на землю, сражаются, охраняют людей и так далее. А с человеком Бог, он хотел построить отношения. То есть мы люди, мы высшие статусом, чем ангелы. С ангелами он не кушает. Он не разговаривает и не спрашивает совета. Он не слушает ангелов. Ни один ангел не говорит Богу, что-то там. Только если Бог спросит, что там, как дела на земле? Или как дела в той церкви, в том городе, в жизни того верующего? Понимаете? А с человеком он хочет нас послушать в наше сердце. Он хочет, чтобы мы пообщались. Представьте, само то, что Бог создал нас для общения, говорит, что он и мозги нам совершенно другие дает, и желания, и хотения, и все. Представь, если ты на низком уровне, все твои измерения, твое, оно крутится вокруг земли. Что поесть, во что одеться, и что попить, что посмотреть, куда сходить развлечься. И вот это твой заколдованный такой круг, треугольник. Все, о чем ты думаешь, только вот об этом. А что бы ты с Богом будешь разговаривать? Представь, Бог вообще об этом не думает. Что он будет есть, что он будет кушать, что пить будет, в чем развлекаться быть. И ты, представь, такой, только об этом думаешь. И вот вы, зрители, у вас ничего общего. Бог будет смотреть. Начинай разговор. А что ты разговоришься? Встречаются. Нет такого международного. Ну, давай ты первый говори. А они начинают сходу говорить. Привет, как дела и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подруги так вообще. Там перебивают друг друга. Все общаются без проблем. Вот так же Бог хочет с нами пообщаться. Как с друзьями, как с детьми. Как со своим творением. Поэтому он дает тебе и мозги другие, и желания, чтобы ты был выше этого. А это, понятно, есть, но оно там где-то. Оно низко. Ты не придаешь большого значения этому. Поэтому не фокусируйся на этом. Тогда тебе с Богом не о чем будет говорить. Бог послушает и поймет, что ты плотской. Ты скажешь, не, я не могу. Ты не можешь со мной поддержать диалог, разговор. Что у Бога другие интересы. У Него другие мысли. Представьте, как там стыдно. Мы попадаем в Его присутствие. А все думаем о колбасе. Об одежде. О том, о другом. О домах, о машинах. О красивой жизни. Это позор. С Богом это не прокатит. Это между собой мы можем сказать. Я там себе такой дом хотел бы. Я построю себе такой дом. Но с Богом что? Что ему это? У него другие измерения. Поэтому новое творение. Что это такое новое творение? Ты должен меняться. Ты должен больше и больше узнавать. Что же такое новое творение? Это уже не язычник. Это не иудей. Это новое творение. Что это? Узнавай. Узнавай. Это твоя жизнь. Она вся впереди. Узнавай, что такое новое творение. На какие уровни тебя Бог переносит с Ним? Вообще не с кем. Когда никого вокруг вообще нету. И только ты и Он. Представь. Ты можешь превратиться в Него. Преобразиться в Него. И стать подобным Ему. Иметь те же внутренности, что у Бога в нашей жизни все зависит от того, чьим словам мы будем верить. Помните, как Ева? Ее проблема была в том, что она поверила словам змея больше, чем словам Бога. Змея соговорил с ней. Тоже употреблял Божьи слова. И она поверила Ему. Она другими словами согласилась с той идеей, которую он дал ей. Ей было вообще-то, по-моему, такое ощущение, что все равно кому верить. Кто лучше преподнесет инфу до нее, и кто больше сделает ей комплиментов, с тем она будет. Мне кажется, это странно. Потому что комплименты могут означать какой-то подвох. Какие-то сладкие слова. И вдруг он стал беспокоиться обо мне, о моей судьбе, с чего, с какого перепуга. Что это он вдруг хочет, чтобы я сделал так, и стал как, почему он это хочет. Понимаете, нужно задуматься. Важно понять, чтобы понять, кто я, важно посмотреть в этот момент в Слово Божье, а не посмотреть на себя, на свои слабости, недостатки и грехи. Прекрати на себя смотреть. Тебя сформировал мир. Тебя сформировала твоя семья, общество. Это тебя сформировало, но есть новое. Это как будто ты умер, как та девица. Но приходит Иисус и говорит о тебе же. Ты мертвый. Все видят, что ты мертвый. Тебе никто уже не верит, потому что ты предатель. Все это знают, что ты предатель. Что ты при всех говоришь одно, а за спиной говоришь другое. Это все знают. Приходит Иисус и тебе говорит другую информацию. И Он говорит, кто ты. И ты, даже ты, не должен согласиться с тем, что ты сделал. Ты должен отвергнуть это. Вы знаете, что когда Иисус сказал умирающему преступнику на кресте, сегодня же будешь со Мною в раю, вы что, преступника в рай? Он же преступление там будет делать. Первым делом, что Он там будет шухер делать. Вы знаете, что это уже не был преступник. Это было новое творение. Вот почему Иисус сказал, сегодня же будешь со Мною в раю, потому что та кровь, которая текла, она в этот момент омывала этого грешника. Сверхъестественно. Ничто нечистое туда не войдет. Извините, этот преступник был довольно-таки очень сильно нечист. И тот факт, что Иисус ему сказал, будешь со Мною в раю, говорит о том, что он был изменен. Позволь Иисусу, позволь Слову Божьему изменить тебя. Ты дошел до этого момента, как грешник. Встреться с Иисусом. Возьми этот крест, прими его любовью, пересечения, и прими его информацию. И дальше уже иди, как новое творение во Христе Иисусе. Давайте сейчас помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует...